МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МДК сидений просто не хватало. Музыканты-ветераны говорят, что так было всегда, несмотря на то, что все его участники не профессиональные музыканты, а коллектив самодеятельный. До сих пор как-то это дамка и дамка, ну и по сей день вот сохраняет истомер. Я здесь проработал, по-моему, 14 лет. И вот, кстати, еще есть ребята, которые с первого состава. Вот у нас барабанщик, например. Валерий Савин остался. Ну и я, ну, а остальные уже гораздо попозже. Коллектив сохраняет не только название, но и традиции исполнения. Хорошее качество исполнения и тогда, и сейчас – главная задача любого участника всех составов. С эстрадным коллективом «Данка» я познакомилась, когда мне было 7 лет. В то время я жила в Березовке, они приехали к нам с концертной программой. И для меня было большим удивлением, когда я пришла работать в Майинский центр культуры, и этот коллектив до сих пор жив, он действует, он является легендарным, лучшим коллективом Ульяновской области. Это не просто слова. Практически каждый год ансамбль занимает высокие места на конкурсах, фестивалях. Его хорошо знают и любят зрители всего 73-го региона. А в родных пенатах они практически для всего населения. Номер один. Моё знакомство с вокально-инструментальным ансамблем «Данка» произошло в конце 83-го, в начале 84-го года, когда я приехала на преддипломную практику в районный дом культуры. И мне сразу очень захотелось поработать в этом коллективе. Я даже помню свою первую песню, она называется «Просто я такая женщина». Вот такая была моя первая песня. Сегодня в «Данка» пять участников. Юрист Ольга Малова, педагог Николай Малов, врач-анестезиолог Евгений Пешков, режиссёр Надежда Коныгина и руководитель группы «Музыкант с абсолютным слухом» Сергей Истомин. Для каждого из них музыка не просто хобби, а любимое дело и трудная работа. Песни они отдают время, силы и душу. Именно поэтому их так любят зрители. Мне нравится то, что у нас очень грамотный, компетентный руководитель, который из непоющих может сделать Соловьёв. Как, собственно говоря, произошло и со мной, в моём случае. Никогда не думал, что вот наступит такой день, что в один из юбилеев я буду в составе этой группы. И как-то вот три года назад Сергей Иванович позвонил сначала, потом мы с ним увидимся, пригласил в коллектив в качестве солиста. И вот как-то всё закружилось, завертелось. Ну и теперь это всё-таки наше общее дело. Когда человек поёт, это что-то он выражает своими, так сказать, чувствами. Он вырывает не то, что слова песни, а не всё, как красиво вспечивается. Он, наверное, выражает свои чувства, эмоции, душу свою выражает. Я пою, наверное, с рождения. Почему пою? Душа поёт, и я пою. Всё. В этом коллективе с 81-го года я был просто гитарист, то клавишник, то гитарист. Когда не было кого-то, я играл. Потом сходил в армию, у нас так говорят, сходили в армию, пришёл сюда и поиграл опять с Виктором Степановичем. И он в 85-м году уехал. Я вот с 85-го года здесь, на этом месте. Группа существует так долго потому, что каждый её участник вкладывает душу в песню, сцену и зрителя. А самое главное, готов работать, чтобы как можно более полно выражать всё то, чем полнится собственная душа. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова